Господи Божий мой, на тяну паван, спаси мя от всех гонящих мя, избави мя. Мир вам, дорогие братья и сестры! Сегодня, в понедельник, за богослужением читается Евангелие от Матфея, глава 12, стихи с 9 по 13. Послушаем это евангельское зачало в прочтении Отца Александра. Глава 12, стихи с 9 по 13. Глава 12, стихи с 9 по 13. Предлагаю прочитать этот текст в русском синодальном переводе. В то время вошел Иисус в синагогу иудейскую. И вот там был человек, имеющий сухую руку. И спросили Иисуса, чтобы обвинить его, можно ли исцелять в субботы. Он же сказал им, кто из вас, имея одну овцу, если она в субботу упадет в яму, не возьмет ее и не вытащит. «Сколько же человек лучше овцы? И так можно в субботы делать добро. Тогда говори человеку тому, протяни руку твою». И он протянул, и стала она здорова, как другая. Сегодняшнее евангельское чтение, дорогие братья и сестры, повествует о чуде исцеления спасителем человека, имеющего сухую руку. Это чудо Христос совершает, желая научить и у фарисеев тому, что высшее служение заключается не в принесении жертв и разных других обрядах, а в делах милосердия и любви. Когда Христос вошел в их синагогу, то увидел, что там был человек, имеющий сухую руку. Книжники и фарисеи, желая обвинить Спасителя, спросили его, можно ли исцелять в субботы. Александр Павлович Лопухин пишет, вопрос был задан фарисеями для того, чтобы уловить Христа. Если бы он исцелил Сухорукова в субботу, то оказался бы виновен в нарушении субботы. Если бы не исцелил, то в бессилии и неспособности творить чудеса, а может быть даже и в бесчеловечности. Иудеи были скорее готовы умереть, чем нарушить субботу. О чем и свидетельствует пример римского полководца Помпея, взявшего и Иерусалим именно потому, что иудеи настаивали на соблюдении субботы. В древности при ведении осады строили большую насыпь превыше стен осажденного города, с которой можно было бы обстреливать боевые линии защитников осажденной крепости. Помпей приказал построить насыпь в субботние дни, когда иудеи, спокойно наблюдая за происходящим, отказывались поднять руку, чтобы помешать. Конечно, заповедь о субботе была известна еще с времен Моисея. Однако в евангельские времена ученые-раввины обращали внимание лишь на ту часть, которая запрещала заниматься повседневными делами в субботу. Нередко при этом они забывали о смысле субботы, сосредоточив внимание на запретах и ограничениях, становившихся все более мелочными и формальными. Своим вопросом фарисеи желали окончательно обличить Господа в нарушении закона Моисея, запрещавшего любые виды работы в субботу. Борис Ильич Гладков замечает, «Везде и при всяком случае они хотели обличить Иисуса в несоблюдении закона обычаев и преданий. А так как по закону Моисея подобный нарушитель подлежал смерти, то им и казалось возможным избавиться от своего обличителя обычным для евреев путем». Что же касается исцелений, как замечает один из исследователей Уильям Баркли, закон запрещал исцелять людей в субботу, но со следующей оговоркой. Каждый случай, когда находится в опасности жизнь, аннулирует требования закона субботы. В частности, это относилось к случаям заболевания уха, носа, горла и глаз. Но даже для таких случаев в законе было ясно написано, «Можно предпринимать шаги, предотвращающие ухудшение состояния человека, но нельзя делать ничего, чтобы улучшило его состояние». Так, например, на рану можно наложить простую повязку, но не повязку с лекарством. Христос, желая показать, что проявление милосердной и сострадательной любви превыше всего, отвечает на заданный фарисеями вопрос, «Кто из вас, имея одну овцу, если она в субботу упадет в яму, не возьмет ее и не вытащит?» Блаженный Феофилакт поясняет, «Показывает, что они для корысти и для того, чтобы не лишиться овцы, нарушают субботу. Для уврачевания же человека не допускают этого». И так, в одном и том же случае, показывает их и любостяжательными, и жестокими, и пренебрегающими Богом, ибо они пренебрегают субботой, чтобы не лишиться овцы, и являются немилосердными тогда, когда не желают исцеления человека. И действительно, закон дозволял носить кором и оказывать любую нужную помощь животному, упавшему в яму в субботу. А значит, иудеи не могли ничего возразить. Таким образом, Спаситель показывает иудеям, что они щадят животных, но не проявляют милосердия и сострадания к людям, добавляя, сколько же человек лучше овцы. Для Спасителя каждое исцеление было связано с приобщением исцеляемого к полноте жизни в Царстве Божьем, к той самой полноте, которую искали хранившие субботний покой. «Господь всегда творит волю своего небесного Отца, в том числе и в субботу, а потому одним своим словом исцеляет Сухорукова». Ведь если добрые дела нужно творить всегда, то, конечно, это касается и субботы. Именно поэтому Господь научает слушающих его. И так можно в субботы делать добро. Архиепископ Оверки Таушев отмечает, «Господь показал, что, по Его мнению, дела милосердия гораздо важнее, чем соблюдение закона о субботнем покое. И что вообще, ради дела благотворения покой этот прерывать не только дозволительно, но и необходимо». «Вся жизнь Христа, дорогие братья и сестры, является исполнением воли Небесного Отца и непрерывным служением людям. То же самое касается и нас. С помощью веры и дела милосердия по отношению к ближним вся наша жизнь становится служением Богу, совершающимся каждую минуту и во всякий момент времени. Помогай нам в этом, Господь! Господи Божий мой, на телу повал, спаси мя от всех гонящих мя, избави мя. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok